Без денег на базар не ходят, а без уважения к сопернику в спорте делать нечего. Приветствую вас пышно усы и черепахи. С вами Федорович, а сегодня мы пустим скупую слезу и вспомним, что такое настоящий спорт, а не весь тот трэш, которым так богат современный поп-мм и бокс. У нас уже десятки лет половину мальчиков воспитывается однополыми парами – мамой и бабушкой. Но, несмотря на это, некоторые из них становятся настоящими мужиками, как эти два тэквондиста, которые после рубки на Олимпийских играх не забыли о взаимном уважении. Кто рано встает, тот всех достает, но для спортиков по-другому никак. А если ты победил, но травмировал соперника, то просто обязан ему помочь, ведь у спортиков по-другому никак. Возраст женщины зависит от планов на будущее, а внешность зависит от того, как часто тебе попадают мячом по лицу. Но если после этого извинились, то все в порядке. Каждый соперник после гонки – это друг, а каждый друг может стать соперником в гонке за женой. Без иглы не сошьешь, без воды не поплывешь, а без мастерства не выиграешь. Но как бы не сложился бой, и как бы тебя не отделал соперник, после боя всегда проявляй уважение. Даже великие и лучшие футболисты должны оставаться людьми, уважать и помогать соперникам. Ведь даже если ты сам травмировал соперника, а потом ему помог, то заслужил уважение. Это как быстро закушенная рюмка не считается выпитой. Чем труднее девушку поднять на руки, тем больше ее хочется бросить. А чем тяжелее победа, тем она слаще. Но иногда победа достается легко, благодаря травме соперника. Но этот красавчик не радовался такому подарку. Зато в финале добился всего заслуженно. Наступает такой возраст, когда мы не рассказываем друг другу новости, а делимся симптомами и лечением. А у бегунов травмы бывают в любом возрасте, как в этом забеге, который для троих закончился так и не начавшись. Но взаимопомощь должна быть независима от результата. Без жениха тещи не бывает. А без проигравшего не бывает победителя. Но когда ты благодарен сопернику, выигрывают оба. Справедливость Справедливость понятие относительное, но в спорте оно должно идти вместе с уважением. В этом эпизоде судья объявил аут, но соперник сам сказал, что мяч попал. Себе же ущерб. Что после проверки подтвердилось. Вот так-то. Голубка удачи одним улыбается, а на других гадит. Но ведь к деньгам же. Так и пенальти в футболе. Частично удача, частично умение, как игрока, так и воротаря. Поэтому Оливер Канн после победы решил поддержать своего коллегу. Ведь после такого главное не расклеиться, а продолжать свой путь. Не каждый может пережить поражение, но и не каждый может выдержать победу. Но победитель, помогающий проигравшему, это больше, чем просто победа. У одних мечтах это заработать миллион, у других миллион потратить. А детские мечты можно воплотить в жизнь очень просто. Например, получив клюшку от кумира. Без противников драки не бывает. А без взаимопонимания в мире будут одни драки. Но девчонки в футболе все поняли быстро и помогли сопернице прикрыть волосы. Я после шести не ем, так что борщ и бутерброды пью. А спортсменкам перед забегом поесть все-таки стоит, чтобы не упасть в процессе. Но несмотря на всю трагедию девчонки, это видео прекрасно. Ведь пожертвовать своим результатом и всей подготовкой к забегу ради помощи сопернице, которую, возможно, впервые видишь, это высшая человечность и уважение. Иногда чудеса случаются, а когда они случаются у детей, это может изменить их жизнь. Все жалуются на свою память, но никто почему-то не жалуется на свою разумность. А вот на соперников можно жаловаться много. Но только не на этого красавчика. Будучи абсолютно не виноватым в том, что соперник на него налетел и полетел в направлении пола, Мужик не стал доигрывать, забивая мяч, а начал спасать уходящего в пике оппонента. Деньги порождают зло, ведь чем их у человека меньше, тем он становится злее. А вот у бойцов злости всегда хватает. Но настоящий воин должен обуздать свою злость и взять под контроль, как это сделал Мачидо, который всегда славился своей честью и уважением. Без хорошего наездника и самый лучший конь плохо бежит. А без воли к победе и самый талантливый спортсмен ничего не добьется. Но у этой девчонки воли к победе, как у троих мужиков, абсолютно без сил, имея только поддержку тренера, она все-таки пересекла финишную черту. Чтобы похудеть на животе, нужно не жрать на кухне. А чтобы победить в гонке, нужно избавиться от всех соперников. Но хорошо, что так думают не все и готовы помочь лежащему под мотоциклом конкуренту. Где глупость-образец, там разум-безумие. А когда попадают мячом по голове, то можно стать или глупым, или разумным. Это как повезет. Но главное встать и продолжить. Для любого фаната внимание кумира – это невероятная радость, а игнор – огромное горе. Поэтому каждый спортсмен должен уделять внимание своим фанатам, делая этот мир лучше и добрее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы помогали своим соперникам или собутыльникам. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok